Привет, буду краток. В этом видео я буду сравнивать Hell Let Lose с Enlisted. Даже не спрашивайте почему. Хотя наверняка найдутся одноклеточные, которые, глядя на название, несмотря видео, начнут писать, что сравнивать эти игры нельзя, потому что они разные. Типа до них об этом никто не догадался. Однако я все-таки скажу, почему я решил сравнить их. Для меня в этих играх достаточно точек соприкосновений для того, чтобы сделать это. Тем более, что их и без меня противопоставляют, причем по тем же критериям, однако некоторые это делают необычным способом для игр, но привычным для нашего времени. Прохождением на ютубе. Видимо ютубер им тоже под стать попался, а со слов таких вот экспертов, любая игра покажется говном. Другой причиной стали просьбы и вопросы ко мне про Hell Let Lose. Но принимая во внимание, что на моем канале на данный момент все-таки больше игроков Enlisted, и не все из них играли в Hellку, но при этом многим тем интересно, я решил все-таки для начала сделать сравнение, а не обзор. Для того, чтобы хотя бы в общих чертах нагляднее показать две, казалось бы, разных, но тем не менее в чем-то схожих игры. Hell Let Lose Enlisted два шутера от первого лица в сеттинге Второй мировой войны с участием пехоты, техники, претендующей на эпичность, зрелищность и масштабность. Обе игры стараются придерживаться историчности в моделях оружия, техники, представленной местности и тому подобного, чем обычно завлекают в таких случаях издатели. Но нам интересней геймплей, ибо ради него и играют в игры. В обоих случаях идет война за кружочки на картах, но в Hell Let Lose больше уклон в хардкорность и реализм. Здесь предполагается добавление дополнительных условностей, чтобы глубже погрузить игрока в игровой процесс, и так оно и есть. Однако я часто вижу, особенно среди аудитории Enlisted, бытует мнение, что Hell Let Lose это симулятор ходьбы, ползанья, крысятничества и еще чего-то там. Да и времени у них якобы столько нет, чтобы бегать по пять минут к точке соприкосновения. Видимо они на самом деле игру на ютубе прошли вместе с каким-нибудь ютубером, который поиграл две-три катки и родил сей высер. Походу у таких вот Игорьков по стрелушке ботов под пивко Венки напрочь отключает когнитивность. Но на самом деле это не совсем так, как они утверждают. К слову, да, одна катка в Хелке может длиться и до полутора часов. Хотя и в Enlisted бои по 30-40 минут тоже не редкость. Ну так вот, зайдя в первый раз, я тоже столкнулся с этой ситуацией, с беготнёй. Был момент, когда уже надоело ползать туда-сюда, положил солдатика посреди поля и ушел чай заваривать. Можно было бы посрать, но это не культурно. А когда я вернулся, он все так же лежит целехенький, даже корочка льда не покрылась и спрашивается где реализм. Тем не менее, уже на второй катке можно было бы догадаться, как решить сей вопрос. По крайней мере, у меня так получилось, и после этого все последующие бои были насыщенными событиями. Ползать, как раньше, уже не пришлось. Просто достаточно было создать свой отряд, отползли в сторонку, посмотреть, что могут все классы и сделать свои выводы. Ну, вообще-то там есть полевое руководство, но метод научного тыка еще никто не отменял. Более того, когда зашел на фанатские сервера, где можно услышать родную речь, мои догадки подтвердили и другие игроки. Описание не обманывает. Hell Let Lose на самом деле командная игра, и в ней необходимо взаимодействовать с подразделением, в котором вы играете. Общаться в чате, голосом и даже просто слушать. А этого и боятся наши братья меньше. Создают свой отряд и бегают в одну харю, как кони с яйцами через всю катку, до первой пули в каску. Суть в том, что если игра изначально была задумана как командная, то и рассматривать ее нужно именно в таком ключе, а не делать, как привыкли, и говорить потом, что она говно. Ну а что нам предлагает Enlisted? А Enlisted нам предлагает аркадный шутер, где вы можете не только бодро пострелять, но и ощутить себя дрессировщиком. Правда, до уровня братьев запашных вы вряд ли дотянете дело не в вас, а в особенностях интеллекту у бот. Он вроде бы и есть, но не всегда его видно. А если серьезно, то ключевой фишкой игры являются отряды, где вы управляете не только командиром отряда, но и его солдатами. Если, конечно, в этом есть необходимость. Если нет, то боты ведут себя, как те щенки возле мамки. То под ногами путаются, то залезут не туда, то еще что. Но в целом они на своем уровне свою задачу выполняют, и они же задают тонн игре, и вполне нехилый. На самом деле задумка интересная, я бы даже сказал, вполне рабочая. Боты не просто пушечное мясо для настрела фрагов, но и могут выступать в роли, если так можно сказать, живых респа, входящих аптечек, сумок с патронами. И не настолько они тупые, как о них бывает, отзываются некоторые вечно всем недовольные пиздострадальцы с форума Enlisted. Им можно не только приказать с помощью кругового меню что-либо делать, они и сами порой, бывает, отжигают. У меня в некоторых видео были фрагменты, как они под водой уничтожали в многопашном бою других водолазов. Сами отбрасывали гранаты. В общем, не такие уж и болванчики. Хотя временами бывает тупят конкретно. Но это потому, что сделаны они по образу и подобию... Ха, ну да ладно. Самым основным отличием Enlisted от Hell Let Lose является его аркадность. Здесь нет столько условностей, как в любом другом хардкорном шутере. Здесь всё заточено под фрагодрочерство, и по этой причине в боях мы увидим в основном штурмовиков и пулемётчиков. Из-за этого же роль остальных классов на данный момент занижена. Этому ещё и способствуют и разработчики с некоторыми своими изменениями. Всё это делает игру достаточно однообразной, и многие по этой причине довольно быстро уходят из неё. Тут, наверное, можно было бы вспомнить про режим одиночки в Бэнке, но они изначально были сделаны над ебись, на случай, если вдруг зайдёт масса. Ну или чтобы просто было. По факту это вся та же аркада с отключенным интерфейсом, маркером и прочими элементами, создающей эффект хардкорности, не более того. Не удивлюсь, что со временем его постигнет такая же судьба, как у симуляторного режима в Тундре. В обоих играх разные классы или специальности у солдат, и реализованы они по-своему. С их помощью мы можем строить постройки, вызывать арт-удар, управлять техникой и прочее. В инвестах в этом плане классов больше. Механики более простые, нужно меньше времени и условий для выполнения поставленных задач. Другими словами, здесь не нужно, как в Хелке, ждать, пока поддержка принесёт припас, инженер разместит шаблон, и только после этого все обладатели волшебных молоточков смогут строить. К слову, в Хеллэт Луз строить могут не только инженеры, но и другие спицы, у которых есть в снаряжении молоток. В Энке отряды специалисты более самодостаточны. Вы сами собираете свой сетап, и если в отряде есть радист, то сами же вызываете арту в указанный квадрат. Ждать командира не придётся. То же самое с постройками у инженеров. Нужно строить, и строишь. Хочешь танком управлять, хочешь самолётом, в общем, сам себе командир, и этим всё сказано. Однако, как я уже говорил, ценность специалистов Бенлиста до бою несколько занижена, из-за повального фрагодрочерства и похуизма на команду. Это не шутка, я уже показывал подобные цитаты с официальных площадок, и даже у меня в комментах на канале есть такие. Чего не скажешь про Хеллэт Луз. Там, если взял спица, то просто так по стрелушке не получится. Каждую роль придётся отыгрывать, более того, игра сама изначально побуждает к этому. Заложил мину, получил опыт в копилку, кто-то подорвался на ней, получил бонус. Тут вы уже сами выбираете, кем интереснее играть. Можете пулемётчиком вести огонь на подавление, а можете медикам ставить живительные клизмы раненым. Тем не менее, перестрелки тут тоже важны, основной элемент, всё-таки это шутер. Но командное взаимодействие и потребность команды обязывают к выполнению определённых действий спица, за которого играешь. В этом плане игра сбалансирована лучше. Поэтому и нельзя взять всем снайпера, ибо в противном случае игра рискует превратиться в умылый кустодрочивый. Тут стоит сказать и про прокачку в этих играх. Собственно, Enlisted по сути игра про прокачку. Тут вам 4 компании, много отрядов, в которых придётся и специалистов прокачать и сам отряд, оружие, техника, снаряжение. В общем, как и в любой другой фритуплейной дрочильни, прокачивается всё, а может быть даже чуть больше. Ждать чего-то другого не стоит, наглядный тому пример War Thunder. Прокачка в Enlisted это тот фундамент, на котором держится донат. За донат здесь прокачать можно всё, и этим всё сказано. Hell Let Lose изначально уже платная игра. Правда, цена гораздо меньше, чем стоимость некоторых премиальных отрядов в Энке. Но жить в бесконечной прокачке вам не придётся. Каждый специалист изначально даётся с конкретной выкладкой, и с этим снаряжением он вполне эффективный единица на поле боя. При этом прокачка всё же есть, и нужна она для того, чтобы открыть другие выкладки с другим оружием, снаряжением и классовыми возможностями. Несмотря на то, что в некоторых случаях для полной прокачки спеца придётся попотеть, я бы не стал всё же говорить, что она затянутая или нудная. Да и некоторые, как я понимаю, входят её абьюзом механик. Если, конечно, эту тему ещё не понерфили на данный момент. Тут я не спец, ищите информацию об этом сами. Остаётся добавить, что прокачка ещё открывает элементы кастомизации. Новые морды лица, форму и каски. Собственно, прокачка в Хелке хоть и присутствует, но не настолько сильно влияет на эффективность, как в Энлистах. Ну, раз уж я затронул тему доната, то давайте вкратце о нём расскажу, а потом про всё остальное. Что ж говорить, про Энлисты уже давно ходят, слава донатной помойке, это вполне справедливо, как и для многих других фритуплеек. Многие могут усираться, что ни копейки не отдали, и всё нормально, но не стоит забывать. Кто платит, тот и музыку заказывай, за вас уже заплатили. Отсюда все эти премиум-аккаунты, премиум-отряды с техникой, элитные батл-пассы, покупка уровней компании и прочее, прочее, прочее. Если кто-то не видит во всём этом разницы, то подумайте, из какой винтовки эффективнее стрелять, из новой или ржавой. Так что фразочки типа «донат руки не выпрямят» можете засунуть в жопу. Hell Let Loose в этом плане более демократичный, даже несмотря на то, что она платная. Здесь всё проще, купили игру и на выбор некоторое количество скинов за небольшую сумму. Вот и весь донат. Можно, конечно, предположить, что за аренду серверов, а скорее всего именно так, тоже свой процент капает, то в принципе всё встаёт на свои места. 5 тысяч за один слот на месяц – это уже заметная трата, но их, как правило, арендуют уже сложившиеся кланы. Для одиночек так заморачиваться не стоит. Можно спокойно играть и на фанатских серверах, гнать в бзошей вас там никто не будет, если, конечно, будете придерживаться их правил. По крайней мере, у меня, как и с коммуникацией, проблем здесь не было. Понятное дело, что покупая игру или зайдя в бесплатную, сразу же обращаешь его внимание на графику, на то, как она оптимизирована, да и вообще заранее смотришь, какие требования к ПКО у игр. Если говорить про саму картинку, то у каждого свои критерии, я же смотрю на детализацию и насколько графика выполняет свои задачи в игре. Inlisted, как рассчитанная на ширпотреб, для особо возмущённых ширпотреб – это широкое потребление, как носки и трусы, которые вы носите, но только в играх. Так вот, Inlisted под эти задачи имеет вполне хорошо заточенную графику. Она не вызывает отвращения, картинка в целом приятная, имеет хорошую детализацию объектов и при этом хорошо оптимизирована под массового пользователя. Не обязательно иметь мощный компьютер, но и не стоит ждать чудес от старого железа. А если всё-таки возникает проблема с производительностью, то смотрите на конфигурацию своего ПК и настроите игру под неё. Не забывайте также чистить, в прямом и переносном смысле, комп от мусора. В Hell at Lose визуально графика выглядит на порядок выше, соответственно требования тоже к железу будут иные. Тем не менее, в Hell'ке я практически все настройки оставил наивысшими и особых проблем не заметил. Не, ну баги конечно были, какая игра без них, но так, чтобы совсем было невозможно играть, нет. Но вот что в этом аспекте обе игры объединяет, это мутность или туман. В общем сложно разглядеть некоторые объекты, особенно в глике, и приходится немного поколдовать, чтобы улучшить чёткость и видимость. Я тут даже ещё один материал заготовил на эту тему, в качестве дополнения к уже существующим на канале. Но если настроить всё как надо, то играть в целом комфортно в обеих играх. Конечно можно было бы ещё добавить про непроходимость кустов в Hell at Lose, или нерушимых островов зенитных орудий в Инлист и прочее. Тут оба проекта по-своему отличились и об этом можно долго рассказывать. Однако, чем больше я деталей буду освещать, тем длиннее будет видео. Это всё-таки не обзор, а сравнение, в котором я по основным моментам прошёлся. Если кому-то будут интересны подробности про Hell at Lose, то ждите их в других роликах, сейчас пора уже и выводы делать. Если обратиться к официальным описаниям этих игр, а именно с них и с рекламных роликов начинается наше первое знакомство, то в целом они соответствуют написанному. Есть масштабность, типичность, некоторые соответствия с историческими образцами оружия, техники. В общем антураж и атмосфер, насколько это возможно представить в игре, присутствуют. И каждый проект это реализует по-своему и в целом хорошо. Говорить же, что в Hell at Lose унылый геймплей и вообще это симулятор ходьбы не стоит. Как правило, к такому выводу приходят те, кто подходит к процессу игры, как в Enlist, от чего не следует делать. Обе игры полноценно раскрываются только при соблюдении определённых условий, или хотя бы их большей части из всех требуемых для этого. Здесь важно учитывать нюансы каждой из этих игр, чтобы понять, что к чему, и тогда многие вопросы отпадут. Конечно, в Enlist, в отличие от Hell at Lose, обучение никакое, но с основными деталями можно и в процессе игры разобраться, если не ударяться в тупое фрагодрочерство. Тем не менее, если хочется вам вечерком отдохнуть, постреливать толпы ботов под пивко, не заморачиваясь со всякими игровыми условностями, то добро пожаловать в Enlist. Тем более, что изначально она бесплатная. Тут всё в достаточной степени просто, доступно, многие даже кладут болт на командную составляющую и просто играют в своё удовольствие. Игра подобный подход в целом прощает. Несмотря на то, что не редкость катки, в которых за одну из команд играет в основном боты, всё равно не стоит забывать, что эта игра не только про пострелять или в танке посидеть. Отыгрывать крысу в кустах атаки тоже есть не самый лучший вариант. Enlist – это активная, динамичная игра, где время – важный фактор и нужно помогать союзникам своими респами, боеприпасами, да и на точку для захвата или обороны тоже заходить надо. Если вам интересно командное общение и взаимодействие с отыгрыванием определенной роли и большим погружением в процесс, то Hell Let Lose будет лучшим вариантом для этого. Тут хочешь не хочешь, а придётся общаться с другими, смотреть в карту, не забивать на свои обязанности в игре. В общем, командный дух приветствуется, хотя и тут не без уникальных в кавычках личностей. Может попасть офицер, от которого вы хрен дождёте респу в нужном месте и придётся вам долго топать по карте до нужной точки. В принципе, никто вам не мешает взять бразды правления на себя, но тогда и вы не забывайте про своих товарищей. Игра стоит своих денег. Покупая её, вы будете получать наслаждение от геймплея, а не вечной прокачки. Поверьте, она нисколько не скучная и требует активности не меньше, чем Enlisted. Долго ползает в ней, как провела новички. А чтобы этого с вами не происходило, я расскажу, что нужно делать уже в другом видео. На этом всё. Понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если ещё не подписаны. Спасибо за просмотр и... Желаю вам лить приятных сновидений.